Виктор Курочкин На войне, как на войне Железный дождь Записки народного судьи Семена Бузыкина Наденька и Заполева Последняя весна Повести Москва, Вече, 2005 год Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг Желает вам приятного прослушивания Говорящей книги серии Нигде не купишь Наденька и Заполева Аполева Аполева село в три десятка домов На берегу реки Итомли Дома крепкие, приземистые Стоят тесно, почти касаясь друг друга С серыми нахлобоченными крышами А вокруг, куда ни глянь Поля, перелески, опять поля Как-то, листая старый журнал Наша охота Я наткнулся на заметку В которой рассказывалось о том Как медведи Из казенных Аполевских лесов Драли крестьянский скот А нынче На месте лесов вырубки С густо засевшим малинником Непролазным березняком Кривоногой ольхой И чахлом осинником И только среди болота Остался небольшой островок С высоченными соснами Строгими печальными елями И богатыми глухаринами Таками Дом кольцовых Попятился на задворки Сломал ровный порядок села И стоит особняком Большой, старый и несуразный Это две сдвинутые избы Под одной крышей С сенями посредине И громоздким мезонином Сбоку дом похож на заброшенный Дровяной склад С посаду он глядит на мир Как огромная больная птица Нижние венцы сгнили Рассыпались Отчего дом вогнулся внутрь Словно подобрал живот С боков же его, наоборот, разнесло Мезонин с крыши свесился И пристально смотрит на землю Как бы выбирает место Куда бы ему поудобнее свалиться Я снимаю угол В этом мезонине Хозяева живут внизу Подо мной В передней избе Задняя служит кладовой Для рассовшихся бочек Ломанных ящиков Мешком И никому не нужного хлама Каждое утро я просыпаюсь От шумной возни И гортанного крика Неугомонных галок Рассевшихся По длинному карнизу Обширного кольцовского дома Солнце уже давно подняло С болота Жало с кулак И насквозь прожигает Крошечное окошко В мезонине Светло и жарко Распахивая окно в сад Одичавший сад Подсыхает Над яблонями Струится чуть Заметный порог Смородина роняет на землю Крупные капли росы На колченогой скамейке Сидит хозяин На нем валенки Красная рубаха И рыжая шляпа С обкусанными полями В открытую калитку С улицы Корова просунула Камолую голову И смачно облизывается Корова смотрит на хозяина Он на корову И оба молчат Ну вот корова Вытянув шею И стиганув себя По бокам Хвостом Направляется К капустным грядкам Хозяин смотрит Ей вслед И жмурится Доброе утро Алексей Федорович Кричу я Хозяин поднимает голову И вопросительно смотрит Раскрыв беззубый рот Чего ты Говоришь-то Доброе утро Алексей Федорович Смотрит Пристанно на небо Потом опять на меня Куда ж ще лучше Вот я в одной рубахе И тепло На крыльцо Убегает хозяйка Ирина Васильевна И заводит нараспев Речитатив Алексей Идол Леший Лодря каянный Чего ж ты делаешь Как Чего Удивляется Алексей Федорович С человеком Разговариваю Ирина Васильевна Делает вид Что ищет палку Я тебе сейчас Поразговариваю О, блин, несчастный Видишь, корова Капуст топчет Алексей Федорович Равнодушно Смотрит на корову Ну, так что же Ирина Васильевна Подскакивает к нему И дергает за рукав Выгони Сейчас же выгони Не то самого Из дома выгоню Вот ведь проклятая Кормлю, кормлю А ей все мало Он нехотя поднимается Идет выгонять корову Супруги Кольцовы Доживают Свой век На пенсии Алексею Федоровичу За семьдесят Ирине Васильевне Немного меньше Он Маленький Разовощекий Добродушный Старичок Она Сгорбившаяся Как надломанный Сучок Старушка Ирина Васильевна Все спешит Все торопится Сзади Успевает Передел Тысячу дел А вечером Сокрушает Что еще Столько Дел Не передел Алексей Федорович Наоборот Не разбежится Движение У него Мягкие Ленивые Безвольные Словно Он Не по земле Ходит А плавает В каком-нибудь Полудремотном Сне Такой Шо Труду вышел Жаловалась Мне Ирина Васильевна Двадцатилетним Парнем Алексей Кольцов Привел В свой Дом Из соседнего Села Шестнадцатилетнюю Иринушку И взвалил На ее плечи Все хозяйство Ходить Бы Лехе Кольцову Без Порток Кабнижонка Судачили Левополеви Не баба А паровоз Одна На себе Дом Тащит И она Тащила Не разгибаясь Да и когда Была разогнуться Разве что Ночью в постели Все мало Все надо было Ирине Васильевне Хозяйство Из года в год Росло Появилось Три лошади Жнейка Льно Мялко Мало Ирина Васильевна Мечтала о молотилке На колях Мне Малотилка С мялками Ничего мне Не надо Ругался Муж Впрочем Он оказался Прав Не надо было Ни жней Ни молотилок Ничего Во время Коллективизации Кольцовых Причисли Кулакам И все Отобрали Хотели было Сослать Да раздумали И приняли В колхоз На исправление С испытательным сроком Алексей Федорович До смерти Боявшись Колхоза Неожиданно Облегченно Вздохнул Под властной Рукой Ирины Васильевны Он был Рабом Труда В колхозе К своему Изумлению Почувствовал себя Хозяином Труда Никто Здесь его Не погонял И не ругал То, что Нужно было Сделать Обязательно Сегодня Алексей Федорович Со спокойной Душой Откладывал На завтра Ирина Васильевна Наоборот Она Как Вырвалась На первой Весенней Борозде Вперед Так уж Ее никто И не смог Обогнать Она Стала Первой Ударницей В селе Первым Делегатом На слете Колхозников Постоянной Участницей Всех Выставок И Она Первой В колхозе Получила Пенсию Мне Она Так Говорила Вот Ведь Мой Как Карандаш Еще Что Клюковка А я Словно Искосо взгляну На матрену Догоняет Еще Сильнее Поднажму А в глазах Не зелень Кольца Огненные Плавают Остановишься Спин Не разогнуть Страшно Как Пола мне Преломиться Вот Так Домой Ковыляешь Как Кромысл И Подымалку Руками Придерживаешь Чтобы С пояс Не свалился А Гордость Все равно Распирает Опять Наташку С матреной Обгнала Вот Ведь Дурость Какая Это Не дурость А характер Возразил я Ирина Васильевна Махнул рукой Ну Какой Там Характер Глупость Одна Но Подумав Согласилась Может Характер Вот У Наденьки У Внучки Тоже Мой Беспокойный Характер Только Он По Другой Линии Пошел По Общественной Дома По Хозяйству Палец А Палец Не Стукнет А Для Общества Лоб Разобьет Наденька С Наденькой Я Познакомился Раньше Весной Приятель Страстный Охотник Уговорил Меня Съездить В Ра Ой Район В деревню Аполева На Глухари В Условный День И Час В Полном Снаряжении Я Был На Вокзале Но Приятель На этот Раз Подвел Меня Я Поехал Один И К вечеру Прибыл В Аполево На ночлег Кольцовым Охотно Согласилась Проводить Меня Остроглазая Шустрая Девчонка Всю Дорогу Она Тараторила Безумолку А Они Дяденька Всех Пускают Ночевать И денег За постой Не берут А дом Безумолку Девчонка Она Шла Впереди Меня Волоча Пожирной Грязи Как Лыжи Грузные Споги На Ее Узких Плечиках Висело Плюшевое Пальтишко Шитое С расчетом На Вырост Встретили Меня Кольцову Весьма Странно На Мое Здравствуйте Никто Не Ответил За Столом Сидел Старичок И Дергал Закончик Свою Узкую Бороденку Около Печки Старуха Согнувшись Пополам Толкла В чугуне Картошку Я Стоял На Пороге С шапкой В руках И ждал Старуха Подняла Голову Чего ж Зря Стоять Скидывайте Одежку Вешайте На Свободный Гвоздь Вот Как Приберусь Так Заужинаем Аль Самоварчик Поставить Неплохо бы Охотно Согласился Я После Сырой Промозглой Погоды Здесь В теплой Избе Насквозь Пропахшей Квашеной Капустой Меня Прохватил Приятный Озноб Я Разделся И Подсел К Старичку Он Не переставая Улыбаться Смотрел На Меня Потом Через Стол Протянул Руку И Представился Алексей Федорович Кольцов Я Поспешно Вскочил И Немнятно Пробормотал Фамилию Старик Орст Не обратил На это Никакого Внимания И Продолжал Дергать Бородку И Улыбаться Не Зная Как Начать Разговор Я Тоже Стал Улыбаться И Подмигивать Ну Как Глухарит Поют Алексей Федорович Перегнулся Через Стол Чего Ты Говоришь Что Глухари Наверное Вовсю Поют Громко Повторил Я Не Понимаю О Ком Ты Говоришь Алексей Федорович Махнул Рукой Отвернулся К окну И Стал Пристально Смотреть На Затянутую Сумерками Улицу Ты Товарищ Пройди На Чистую Половину А С Моим Стариком Не Разговорись Сказала Хозяйка Чистую Половину От Кухни Отделяла Дощатая Перегородка Просторная Комната Была Обставлена Дорогой Светлой Мебелью Стены Оклеенные Бархатистыми Лиловыми Обоями Были Совершенно Пустыми Только Над Невысоким Книжным Стеллажом Висела Картина В черной Рамке Под стеклом Она Поразила Меня Своей Простотой И Отменным Вкусом На ней Был Изображен Вечер В горах Слегка Подтененный Снег А на нем Густые И синие Тени От Нарисших Скал И Нескорослых Елей То, что Картина Была Редкой И то, что Писал ее Нерусский Художник Не вызывало Сомнений Но как Она могла Попасть Вополева Я присел На диван Задумался И Не заметил Как уснул Хозяйка Разбудила Меня Ужинать Я Прикусывал Мягкий Ржаной Хлеб Пил Молоко Хозяева Чай Алексей Федорович Держа Обеими руками Блюдце Звучно Прихлебывал И поминутно Вытирал Ладонью Лысину Когда он В третий раз Потянулся К самовару С чашкой Ирина Рассивна Молча Дала ему По рукам И перевернула Чашку Вверх дном Алексей Федорович Обиженно Посмотрел На нее Потом На меня Хотел Что-то Сказать Но раздумал И Махнув Рукой Вылез За стола Я Вспомнил О картине И спросил О ней Хозяйку Австрийца Оставил Сказала Она В войну У меня Ихний Полковой Доктор Стоял А уж Как По-нашему Ткалякал Другому И русскому Так не суметь Меня-то Он Не иначе Как только Ирина Васильевна Величал Я Усмехнулся Чем же он Был Хорош Ирина Васильевна Поджала Губы Взяла Щипцы И стала Мелко Колоть Сахар Помню Вот Сидим Мы Как-то Вот Как С тобой Я Его И спрашиваю Что Ж Вы Будете Делать С Нами Как Всех Завоюете Небось Колхоз Распустите Немецкую Барщину Установите Он На мои Слова Грустно Грустно Усмехнулся И говорит Не надо Мне Вашей Земли Зачем Она Мне И войну Я ненавижу И в победу Не верю От этих слов Мне сердце Так и сжало Но я Совладала С собой Подавила Радость И пытаю Пол России Прошли И в победу Не верите Нет Не верю Говорит Он Причусь У меня Такое А сам Все Ходит И ходит По комнате Ровно Мест Себе Не найдет Остановился К локарчики Мишеньки Моего Он У меня Уж В то Время В командира Ходил Так Был Снят В форме Долго Рассматривал Немец Карточку Потом Снял Е С стены И подал Мне Поберегите Говорит От лихого Глаза Ко мне Разные Люди Ходят А потом Он Скоренько Уехал А картинка Осталась Может Забыл А может Сам Оставил А всем Скажу Не побоюсь Добрый Душевный Был Человек Надьку Внучку Мою От смерти Спас Десять Годков Ей Тогда Было Настоящую Косу Она На мне Наскочила Располсовала Все лицо От виска До шеи Вся бы Кровью И зашла К обнион Кровь Он Кое-как Остановил Да На машине Свой В госпит Отвез С той поры У Наденьки Шрам На всю жизнь Остался Я так Думаю Потому Ты Женихи Обходит А девушке Двадцать Пятый Годок Пошел Вздохнул Ирина Васильевна А где Она Спросил Я В соседней Бригаде Картину Крутит Она В колхозе Механиком По кино Наконец Я Решился Заговорить О цели Приезда Да Какие Ж Теперь Нас Глухари Лест Весь Повырубили Ради Что с болотом Сухом Долу Остались А как Туда Пройти Одному Не Пройти Возразила Ирина Васильевна Вот Ради Что Внуч Согласиться Проводить А Когда Она Придет В Двенадцать Аль К Часу Явец Я Посмотрел На Часы Еще Не Было И Девяти А Вы Ложите И Спокойно Отдыхайте Посоветовала Ирина Васильевна А Что Еще Оставалось Сделать Хозяйка Принесла Расладушку И раскинул Ее Здесь же На Кухне Я Оскорчился Под Легким Байковым Одеялом Проклиная В душе Глухарей И Своего Приятеля Проснулся Я Толчка В плечо Около Меня Стояла Высокая Девушка В резиновых Сапогах Ватных Брюках И Фуфайки Туго Перехваченной Ремнем Под Тронташем Вставайте Пора Стал торопливо Натягивать Болотные Споги Наденька Села На Табуретке Поставив Мешно Кружье Одеваясь Я Украдкой Поглядывал На Девушку Она Смотрела Перед Собой В одну Точку Сдвинув Острые Брови И Плотно Сжав Сухие Губы Как Я Не пытался А шрама Не увидел Он Был Прикрыт Опущенными Ушами Зимней Шапки Прямо С крыльца Темень Как В Бездну Я На Секунду Отропело Зажмурился А когда Открыл Глаза Темень Казалось Еще Больше Сгустился Я Сделал Десяток Неуверенных Шагов И уткнулся В забор Забор Пкачнулся И глухо Треснул Сюда Сюда Шагайте Крикнула Наденька Я Свернул На голос И стал Осторожно Пробираться Вдоль Забора Глаза Начали Постепенно Привыкать К темноте Ноги Нащупали Упругую Тропинку По ней Я вышел В поле И догнал Наденьку Дорога Вела Через Вспаханное Поле Прихваченная Морозом Она Гулка Звенела Под ногами Сквозь Густую Как тушь Мглу Едва Проглядывались Звезды Наденька Шла Впереди Легким Размашистым Шагом Вскоре Поле Кончилось По Вырубленным В земле Ступеням Спустились С крутого Берега К реке Поводок Ток Что Начинался Но Вода Уж Захлестывала Лавы Два Тонких Бревна Перекинутых Через реку По ним Мы Перебрались На Противоположный Берег Пройдя Метров Двести Свернули В болото И Сразу По колено Ухнули В жидкий Зернистый Снег Таким Образом Мы Двигли Четверть Часа Ноги Без малейших Усилий С хлюпанем Как поршни Входили В снег Но с каким Трудом Приходилось Оттуда Вытаскивать Под Ручьями Стекал Заворот В ушах Стоял Беспрерывный Протяжный Звон Подмывало Желание Упасть В снег И так Лежать Не шевелясь Наденька Размахивая Шапкой Упорно Ползла И ползла Вперед Но вот она Не выдержала С криком Ой Не могу Упала В снег Широко Разбросав Руки Ну Как Охотничек Дышите Смеялась Наденька Уж я Вас Сегодня Так Вымытую Что Детям Закажете Ходить По глухарям Ничего Я не Жидких Посмотрим Вырвавшись Из снежного Плена Попали В Зальты И водой Болота Порой Вода Поднималась Выше Колен Но Идти Было Легко Хотя И опасно Под ногами Лежал Крепкий Скользкий Лед Потом С полчаса Пробирались По вязким Шистым Кочкам И с трудом Форсировав Бурливую С глубокими Ямами Лесную Речушку Вышли На твердый Шершавый Берег Впереди Стояла Высокая Темная Стена Леса Жутко Молчаливая И таинственная А сзади Бурча И поплескивая Бежала По ксогору Речка Ночь Постепенно Бледнела Звезды Терялись Сквозь Серогрязную Муть Неясно Проступали Голые Стволы Сосин Медленно Осторожно Продвигались Мы По узкой Обледенелой Тропинке Вглубь Леса Наденька Поминутно Оглядывалась На меня Шипела Грозила Пальцем Да Внезапно Она Резко Остановилась Вытянула Шею И вся Подалась Вперед Я тоже Замер Наденька Повернула Ко мне Лицо И, Сдыхаясь Прошептала Поет Я же Кроме Гулкова Стуха Сердца И топого Звона В ушах Ничего Не слышал Наденька Вытянула Руку В сторону Где Играл Глухарь Там У черного Ручья Я Переступил С ноги На ногу Нервное Напряжение И стал Прислушиваться И в этот же Миг Ловил Чуть Слышное Так 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 Словно Кто-то За кустами Легонько Постухивал По спичному Коробку Я метнулся С тропинки Сделал Два Огромных Прыжка И остановился Как вкопанный Рядом Со мной Тяжело Дышала Наденька Сколько Мы сделали Таких Пробежек Не помню Но когда Я Зацепившись За колдобину Плашмя Растянулся На кустах Можжевельника То услышал И второе Колено Песни Глухарь Сыпал Частую Дробь Шипел И фыркал Оно Продолжалось Недолго Каких-нибудь Пять-шесть Секунд Но Эти секунды Самые Блаженные У глухаря И у охотника Тоже В эти секунды Глухарь Выражая Любовную страсть Теряет Рассудок Охотник В каком-то Необъяснимом Экстазе Словно В лихорадке Поднимает Ружье Зачем Мясо У глухаря А лесное Жесткое И постное Но Эта Благоразумная Мысль Пришла Ко мне Значительно Позже А сейчас Я лежал Ничком На колючем Можжевельнике И дрожал От нетерпения Глухарь Играл Одну Песню С другой Мягко Шаркая Крыльями Пролетела Глухарка И села Неподалеку На кривобокую С перебитой Макушкой Сосну И словно Почуев ее Глухарь Залел Сапуще Прежнего Он До того Дошел Что потерял Видимо Равновесие Я услышал Как затрещали Сучья И будто Простыни На ветру Захлопали Крылья А опомнившись Глухарь Опять Взгромоздился На дерево Чокнул Три раза И замолчал То ли Почуев опасность То ли От стыда За свою Оплошность Перед Глухаркой Прошло Минут пять Глухарь Молчал Потом Он начал Точить Словно Рашпилем По железу Прошло Еще Десять Минут Глухарь Молчал А я Все лежала Кченела Сырого Холодного Тумана Всходило Солнце И вот Длинные Тонкие Лучи Скользили По щербатым Стволам Сосин Веером Ложились На запыленную Инием Землю Одинокие Кочки Убранные Ярко-зеленым Хом Блестели Как стеклянные В крохотных Лужицах Плавился Матовый Ледок Перелетая С места На место Звенели Пищали И дрались Крохотные Печушки Пересвистывались Лесные Дрозды Неумолчно Во всех Концах Бормотали Тетерева И где-то Далеко В болоте Гнусавы Стонали Жравли Только Молчал Мой Глухарь Ну вот И он Подал Голос Тихо Осторожно Робко А потом Начал Сильно Резко Отрывисто И вдруг Сразу же Торопливо Зачистил Зашипел Зафыркал Я дождался Очередной Песни И сломя Голову Бросился Вперед Я бежал На пролом Не обращая Ни на что Внимания И ничего Не помнил Когда я Налетел На толстый Ствол Сосны И обняв Прижался К нему То почувствовал Как горит И схлестанное Ветками Лицо И понял Что на голове Нет шапки Я выглянул Из-за дерева На полянке В окружении Молодых Тонконогих Сосен Стояла Старая ель С одной ее стороны В густой хвои Просвечивалось окно В этом окне Я увидел Глухаря Он Чокая Вытягивал Вверх Шею И слегка Распускал Крылья У меня Перехватило Дыхание Я поднял Ружье Попытался Прицелиться И не смог Еле с глухарем Внезапно Куда-то Пропало Потом опять Появилось Опять пропало Меня била Лихорадка Я опустил Ружье Прижался К сосне И стал Спокойно Наблюдать Глухарь Играл Песню За песней Вертелся Носку Волчком И с каким-то Металлическим Скрежетом Точил И точил С шипением Распуская Хвост Медленно Поднял Я свою Верную Тулку Прижал Ствол К дереву И хладнокровно Прицелился Но Выстрелить Не успел На полянку Выскочила Наденька Глухарь Смолк Вытянул Шею И уставился На нее Наденька Стащила С плеча Одно Стволку Вскинула На руку И глухой Протяжный Выстрел Словно На тяжелой Расхлябанной Телеге Прокатился По лесу Белый Клуб Паркового Дыма На миг Заслонил Глухаря А когда Дым Рассеялся Его уж Там не было Я шламленно Смотрел На Наденьку А в голове Неуклюже Как у пьяного Ворочались Вязкие мысли Что Все это Значит Наконец Выдавил Я Не позволю Гневно Ответила Наденька Лицо У нее От возмущения Покраснело И на нем Резко Выделялся Белый Рваный Шрам Не позволю Зачем Вы тогда Меня сюда Тащили Возмутился Я Что Проучить Она Закинула За спину Одно Стволку И Расхлябанной Походкой Болтая Руками Вызывающе Прошла Мимо Меня Моя Шапка Плавала В луже Я Выудил ее Оттуда И Не надевая На голову Уныло Потащился По болоту Где-то Грустно И тоскливо Плакала Горлинка Нежно Ворковал Лесной Голубь И Неумолчно Со всех Сторон Неслось Ворчливое Бормотание Косачей Наденька Дожидалась Меня На просеке Она Сидела На пне И Наблюдала За Мной Когда Я С ней Поравнялся Наденька Встала И Пошла Рядом Солнце Уже Поднялось Над лесом И Начинало Припекать Пахло Гнилью Смолистой Хвоей И Талым Снегом Вы Все Еще Сердитесь Неожиданно Спросила Наденька Я Пожал Плечами И Ничего Не Ответил Она Тронула Меня За руку И Грудным Тихим Голосом Проговорила Пожалуйста Не Сердитесь Он Пел Песню Любви Больше Мы Не Сказали Ни Слова Когда Опять Вышел На Вспаханное Поле Наденька Вскинула Ружье И Озорно Крикнула Кидай Шапку Я Высоко В небо Подбросил Шапку Наденька Выстрелила И Промахнулась Эх Ты Стрелок В Юбке Она Обиделась А А ты Что Лучше Да Ушап Как Нибудь А Ну Докажи Подзадорила Она Кидай Наденька Подбросила Я Доказал Моя Добротная С кожаным Верхом Кубанка Упала Дырявая Как Шумовка Молодежь Я До Того Обленился В Опалеве Что Даже Мух От Себя Не Гоняю Второй Месяц На Исходе У меня Ни Строчки Чистый Лист На Письменном Столе Пожелтел И Сморщился День За Днем Бью Баклуши А По Выражению Наденьки Изучаю Жизнь Она Старается Вовсю Таскает Меня По Полям Бригадам И Каждый Раз Хвастает Что Я Сочинитель Книг Люди Меня Смотрят По Разному Но Больше С Насмешливым Любопытством Только Пожалуй В глазах Наденьки Я Фигура А В глазах Остальных Так Нечто Среднее Между Уполномоченным Из района И колхозным Лодорем Аркадием Молотковым Даже Ирина Васильевна Поглядывает Подозрительно Она Никак Не Может Понять Как Человек Нигде Не Работает А Только Пишет Моя Попытка Сблизиться С людьми Не Имела Успеха Как-то Мне Вздумалось Поработать На уборке Сена Я Разыскал В сарае И вилы И пошел На заливной Луг И том ли Где метали Стога Там Работали Одни Женщины Еще Издри Я Заметил Как Они Бросив Сгребать Сено Следили За мной Мне Сразу Ж Стало Скучно Захотелось Повернуть Назад Но Ноги Против Воли Несли Вперед Робким Заискивающим Голосом Я Пробормотал Что хочу Им Помочь Они Ничего Не Ответили И Продолжали Презрительно Разглядывать Меня Наглядевшись Вдоволь Принялись Быстро И ловко Взмахивать Гроблями И уж Больше Не обращали На меня Никакого Внимания Я Накалывал На вилы Огромные Хапки Сена И подавал На сток Холхозницы Работал Неловко Но Старался За всех сил Как говорят Из кожи Лес Они же Мне не Сказали Ни слова А когда Последний Исток Был Сметан Вскинув На плечо Грабли Ушли Оставив Меня Одного Среди Луга Почему Почему Они Так С горечью Размышлял Я На этот вопрос Мне Наденька Ответила Вопросом А зачем Вы пошли От скуки Поразвлечься Ведь так же Сознаетесь Да Я понял Для меня Синокос Был Забавой Для них Утомительным Трудом В другой Раз Мы потерпели Фиаско Вместе С Наденькой В клубе Центральной Усадьбы Наденька Организовала Встречу С колхозниками Я читал Новый Рассказ И потел От страха В переполненном Зале Была Гробовая Тишина Потом Они Мне Дружно Похлопали И Дружно Разошлись Вот Какое Было Ко мне В ополеве Отношение Впрочем Я К нему Скоро Привык И Беспечно Проживал День За Днем Наденька Не забывала Меня И Время От Времени Придумывала Какую-нибудь Заботу То Очередной Творческий Вечер В бригаде То Беседу На заданную Тему Или Просто Встречу С местной Знаменитостью Так Она Познакомила Меня С Девяностолетним Охотником Медвежатником Медвежатник Позеленел От Старости И Бходил На Изжеванный Окурок В котором Табаку Осталось Всего Лишь На Полторы Затяжки Говорил Он Мало Непонятно И Одно И То же Самый Верный Медведя Нож Рогатина Рогатина Медведя Препрешь Ножом Пырнешь Он Зараз Окочорится У Старика Не Было Ни Одного Зуба И Когда Он Закрывал Рот Нижняя Челюсть Так Далеко Сходила На Верхнюю Что Лицо Уменьшалось Вдвое А Нос Свисал Ниже Подбородка У Наденьки Без Меня Было Хлопот По Выражению Ирины Васильевны Больше Чем У Собаки Блох Трудно Сказать Какие Права Были У Наденьки Зато Обязанности Хоть Отбавляй Она Обязана Была Заседать Организовывать Разъяснять Критиковать Убеждать И Даже Страдать И Все Ее Интересовало Все Дело Вдохновенно И На Все У Нее Хватало Время Единственное На Кого Не Обращало Внимание Наденька Как На Себя Одевался Небрежно Платья На Не Болтались Туфли Вечно Были С Обшарпанными Носками И Стоптанными Каблуками Зеленый Выцветший Берет Казался Навсегда Прилип К ее Черным Прямым Волосам Парни Старались Я Не Замечать Старые Подруги Повыходили Замуж Новые Нередко Посмеивались Над ней За Глаза Называли Халдой Наденька На это Не Обижалась И Беззаботно Махала Рукой Говоря Как Бы Обо Мне Не Судачили Теперь Жи Не Имеет Никакого Значения Она Была Уверена Что Личное Счастье Прошло Мимо Шофера А Калашеева В колхозе Все Звали Просто Около Ему Было Лет Тридцать Рослый Плотный Широким Добрым Лицом И ленивыми Движениями Около Казался Увольнем Был он Неглупый Наделен Силищей Но Пользовался Ею Снеохоты Водку Купил Редко А Если Уж Пил То Пепевал Всех И Не Хмелел Вдовы Встречая Около Кусали Губы Замужние Только Поглядывали Да И то Украдкой Девчата Открыто Побаивались Он же Относился К ним С благодушным Призрением Сам Не Навязывался Но И Не Отказывался В колхозе Около Появился Внезапно Приехал Из города Картошку Копать Так Остался Жил Он Легко И Свободно Как Птиц Кукушка Обычно Снимал У кого-нибудь Угол Но Подолгу На одном Месяц Не Засиживался Таким Образом Переходя Из дома В дом Около Обошел Все Села Колхоза И Наконец Обосновался В Аполеве При Мне Он Несколько Раз Заходил К Кольцов Войдя В избу Около Снимал Шапку Садился И Молчал Если Была Думан Наденька Она Тоже Молчала Или Брала Книгу Их Молчаливую Компанию Охотно Разделял Алексей Федорович Намолчавшись В волю Около Заводил Разговор С Алексеем Федоровичем Что Ж Сидишь Дедушка Спрашивал Около Устал Наверное Отвечал Алексей Федорович Чего Ж Ты Устал Работал А что Ты Делал Ригу Небось Топил Ригу Топил Удивленно Переспрашивал Около А потом Долго И Раскать Стохотал Последний Раз Алексей Федорович Топил Ригу Лет Пятнадцать Назад Алексей Федорович Продолжал Около Ты Знаешь Кто Я Такой Старик Долго И Внимательно Смотрел Парню В рот И Пожимал Плечами Человек Наверное Он Видишь Голова Руки С ногами Я Землемер Приехал Землей Вас Наделять Около Умышленно Наступал Старику На мозоль Земельный Вопрос Был Самым Больным Вопросом В его Жизни И По Характеру И По Замашкам Алексей Федорович Родился Барином Его Заветной Мечтой Было Иметь Много Много Земли Но Не Обрабатывать Е А Сдавать И Сполу Алексей Федорович Оживлялся Дергал Бороденку И Робко Спрашивал Как Что Делить Будешь По Душам Аль По И Докам Делить Будем По Новому Авторитетно Заявлял Около Кто Сколько За День Обежит Полей Лесов Тот Все И Получит Вставай Завтра С утра Пораньше И Вкалывай Вкалывай Алексей Федорович Поднимал Маленький Сухонький Кулачок И Швидь Как Распорядился Кто Сколько Бежит У Соседа Никиты Ноги Как Жерди Нежит Мне за ним Угнац Мазурик Ты А не Землемер Разговор Разговор Наденька И Наденька Ирина Безразлично Крикливо Крикливо Доказывала Наденька И Густо Краснела В июле Зачистили Бурные Грозовые Дожди Из том Бутила Руками Голову Ощупью Пробиралась Она По Скользким Бревнам Напор Воды Был Сильный И Наденьке Все Время Приходилось Наваливаться На Перила Перила Не Выдержали И Рухнули Рухнула И Наденька С Мешком Я Долго Боролась Из сил Выбилась Течение Очень Быстрое А мешок С Коробками Тяжелый Он Все Время Тянул Меня На Дно Если Б Я Его Не Бросила То Утонула Бы Сквозь Слезы Рассказывала Мне Наденька Время Было Обеденное И Вытаскивать Мешок Собралось Все Полево Парни Ребятишки Ныряли Мужики Пытались С берега Обшарить Дно Баграми Но Поняв Бесцельность Своей Затеей Бросили И Стали С Любопытством Наблюдать За Аркашкой Молотковым Он Старался Не За Страх За Совесть Казалось Наконец Парень Нашел В колхозе Работенку По душе Бахвали Судалью Аркадий Нырял И Плавал Как Тюлень Есть Нащуп Надька Готовь Шкет Зарал Аркадий Литр Литр Поставлю Аркашенька Радостно Заверила Наденька Аркадий Вскарабкался На лавы Раскачался И Взлегнув Ногами Как Утек Пошел На дно Через Полминуты Из воды Пробкой Выскочила Рыжая Аркашкина Голова И Как Горох Посыпались Хлестки Матюки Аркадий Вылез На берег И бросил Пустой Мешок Выспались Гады Мрачно Сказал Он Что Ты Наделал Подлец Прошептала Наденька И заплакала Колхозники Тесным Кольцом Обступили Их Хмуро Смотрели На Аркадия А он Лихорадочно Дрожал И беспокойно Оглядывался Доиграл Сосокин Сын Сказал Кто-то А я Виноват Закричал Аркадий Визгливым Тонким Голосом И набросился На Наденьку Сама Виновата Ты Почему Не Сказала Что Мешок Не Завязан А Почему Почему Я Забыла Совсем Забыла И Спуганно Пролепетала Наденька Издали Послышался Голос Около Эй Вы Чего Там Ловите Кино Хором Закричали Ребятишки Какой Кино Давай Вас Суда Подходя Благурил Около И с хрустом Жевал Яблоко А когда Узнал В чем Дело Пристально Посмотрел На Наденьку И покачал Головой Потом Повернулся К Аркадию Оно Топой Отсялева Тля Навозная Аркадий Сгреб В охапку Штаны С рубахой И уныло Поплелся От берега Стой Закричал Около Иди сюда Аркадий Покорно Вернулся Будешь Вытаскивать Пока Не потонешь Понял Аркадий Кивнул Головой И полез В воду Около Быстро Разделся И оставшись В одних Трусах С хрустом Потянулся Его Молодое Упругое тело С крепкими Как веревки Мышцами Сбрасывая Ленью Вялость Вздрагивала Как у породистого Рысака Разбитная Вдова Шутова Не спуская Глаз Сокола Что отшептала Бабам Те сдерживая Хохот Прыскали В кулаки Наденька Отвернувшись Понуро Рассматривала Свои большие Заляпанные Грязью Ступни Далеко Выбрасывая Перед собой Руки Около Выпал На середину Итомли Сильным Невидимым Толчком Подбросил Над водою Тело И вскинув Вверх ноги Винтом Пошел на дно На берегу Притихли И ждали Томительно Долго Тянулась Минута Люди Беспокойно Переглядывались Наденька Нервно Крутила Пуговицу Но вот Над мутной Глинистой Водой Показался Белый край Железной Коробки А за ней Рука Около Ребятишки Закричали Ура Наденька Радостно Подпрыгнула И оторвала Пуговицу Аркадий Громко И злобно Выругался Ему не везло За первой Коробкой Около Вытащил Вторую Затем Третью Нырял он Редко Но успешно И после Каждого Нырка Подолго Отдыхал Набирался Сил А Аркадий Женоборот Нырял Часто И бестолково Около Выловил Шесть Коробок Аркадий Лишь Одну Оставались Еще Две Поиски Этих Двух Коробок Затянулись До вечера Колхозники Там уже Разошлись На берегу Остались Одни Ребятишки Да я С Наденькой Восьмую Коробку Посчастливилось Вытащить Аркадию На него Было страшно Смотреть Он весь Псенел Голова С разъянутым Ртом Дергалась Как на шарнирах Аркадий Вылез На берег Упал И не смог Подняться Отправляйся Домой Сказал Мокло Он тоже Выдыхался Лицо Исказило Судорога Глаза Потускнели Налерись Кровью Мы с Наденькой Пытались Его Отговорить Но Около Не сдавался Еще раз Еще раз Говорил он И весь Дрожа Бросался В воду Садилось Солнце Когда Около Уцепившись За лавы Крикнул Сиплым Голосом Есть Держу Дайте Долг Перевести Около С трудом Вылез На берег Осторожно Положил К ногам Наденьки Круглую Коробку И рухнул На землю Обхватив Ладонями Голову Фу Как Ломит Спас О нет Пробормотал Он Наденька Подняла Земле Рубашку И накрыла Сутулую Спину Около Потом Кинула На меня Быстрый Холодный Взгляд Нахмурилась И обшептала Спасибо Около Он Даже Не пошевельнулся Только Сильнее Стиснул Ладонями Голову С утра Я помогал Наденьке Сушить Киноленту Коробки Сильно Подмокли И мы Провозились Весь День Вечером Состоялась Премьера Утопленницы Картина Оказалась Настолько Плохой Что и Самые Невзыскательные Аполевские Зрители В один Голос Заявили Уж Лучше Пья Не вытаскивать После Кино Были Танцы Начались Они Вяло И Скучно Наденька Была Расстроена Ей Хотелось Домой Но Дополнительная Нагрузка Зав Клубом Обязывал Ее Остаться Она Машинально Ставила Пластинку За Пластинкой Что падет Под руку И Вдруг В тесном Бревенчатом Клубе Неожиданно Зазвенела Колокольчиком Шопеновская Соната Кто-то Из парней Запротестовал Его Подержали Девчата Но Глухой Утробный Бас Около Перекрыл Всех Молчать И Слушать Около Сидел В простенке Меж окон Упираясь Локтями В колени И Побычьи Согнув Шею Слушал Леон Или Просто Позировал Но только Он не шевелился И тупо Смотрел В пол Наденька Слушала Полу Закрыв Глаза Она В эту минуту Была На редкость Обаятельна Серая Нож И Покачиваясь Короткая Юбка Висела Над ее Коленями Парашютом Родиола Продолжала Играть Нежная Прозрачная И неутешно Печальная Музыка Рассказывала О чем-то Неповторимо Прекрасном Безвозвратно Ушедшим А все Смотрели На незнакомку И Около И Наденька Тоже Девушка Ничуть Не смущаясь Прошла В передний Угол Села Разбросав По скамейке Юбку Вынула Зеркальце И подкрасила Губки Наденька Поставила Затертую Как подошву Старой Галоши Пластинку С шипением И скрипом Завыла Родиола Линеева Как бы Нехтя Поднялся Около Подошел К девушке Взял ее За руку Она гневно Вскинула На него Глаза И пыталась Вырвать руку Около Слегка Обтянул Девушку И она Покорно Повисла У него На шее Танцевал Около Легко И плавно На все Танцы Подряд Он выбирал Только Девушку В полосатой Кофте Наденька Завела Адамский Вальс Девчата Бросились На расхват Приглашать Около Но он Всем Отказал И уныло Просидел Весь танец В клуб Валился Пьяный Аркадий Молотков Размахивая Кулаками Разогнал Всех По углам Сел На пол Вынул Из кармана Губную Гармошку И визгливо Заиграл Семеновну Около Незнакомкой И села Закинув Ногу За ногу Потом Вскочила Подбежала К Родиоле И поставила Дамское Танго Меня Хватил Стыд Словно Я сделал Какую-то Гадость Я быстро Вышел Все Проходит Проходит Лето Последние Августовские Дни Жаркие Пыльные Ночи Темные Душные Но Осень Уже Осторожно Подкрадывается В Низинных Лугах Туманы Висят До Полудня По Бурым Сжатым Полям Ползают Тракторы А за Ними Выискивает Червей Стаями Бродят Грачи Черные Леса С голубыми Прогалинами Стоят Молчаливые И грустные Птицы Уже Не поют Лишь Изредка Пересвистываются Или Тревожно Вскрикивают Ольха Сворачивает Листья В цигарку Зеленые Подолы Молодых Берез Опоясывает Желтая Кайма Акация Под нашим Окном Сморщилась Наполовину Осыпалась И торчит Как Обшарпанный Веньг Ирина Васильевна Все чаще И чаще Жалуется На Ломоту В ногах И поясницы По вечерам Она заваривает Огромную Бочку Сосновой Хвоей С муравьями И подолгу Сидит В ней Мы С Алексеем Федоровичем Ходим В лес Разорять Муравейники Ходить С ним Одна Морока Ирина Тихо Грустно И отрадно Пахнет Грибами Малиной И прелью Под старой Затекшей Смолой Елью Находим Муравейник Муравьичью И беду Беспокойной Суетятся Один уж Успел Забраться Алексею Федоровичу За воротник И больно Укусить Вот ведь Мелкая Букаха А то Что так Норовит Зло Сорвать Философствует Алексей Федорович Разглядывая Пойманного Муравья Разворачиваю Лопатой Кучу В нос Ударяет Резкий Кисловатый Запах Муравьиного Спирта Алексей Федорович Возмущенно Ругается И мне Каждый раз Приходится Объяснять Старику Что Муравейник Необходим Для лечения Ног Его Бабы Ирины Васильны Сыпав Муравейник В мешок Идем Обратно В тот День Я Решил Отправить Алексея Федоровича Завернет Тихо Поплачет Над родной Могилкой Потом Вытрет Слезы Облегченно Вздохнет И пойдет По своим делам Мужчина Вообще Суда Не ходит Зато Для ребятишек Кладбище Веселый уголок Здесь Они играют В прятки Гонят Из берез Соковку Собирают Землянику И грибы А Полевское Кладбище Не было Исключением С одной Стороны К нему Примыкало Засеянное Льном Поле С другой Заливной Лук И Тумли Могилы Разбросаны Как попало Большинство Безоград И без Крестов Я Сел На плоский Камень И задумался Сквозь Высокие Заросли Иван-чаем Не видно Поле Трактор Таскает Теребилку А за ним Желтым Половиком Стерется Лен Колхозницы Возокого Подоткнув Юбки Подхватывают Лен И вяжут Втуги Снопы Они Приближаются Кладбищу И дойдя До конца Поле Садятся На меже В шагах В пяти От меня И заводят Свой интимный Женский Разговор Ой, Ритка Охает Высокая Масластая Женщина Зарядила Коженный Гот Уж больно Мне эта работа По душе Пришла С тетка Марья Весело Отвечает Красная Полная Красивая Молодуха Бабы Дружно Хохочут И несут Такое Уши Вянут А встать И уйти Неловко Увидят Осромят На весь Колхоз Что Это Наш Невест Притихло Лен Че Надулась Как пузырь А ну Вас В рай Отмахивается Ленка И известна Вопалеве Как самая Строгая Вдова Ты Расскажи Нам Как жених От тебя На второй День Сбежал Продолжает Приставать Марья У нее Страсть Завести Человека А потом Странно Наблюдать 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 Такой Вкрат Вкрат Проговорила Марья И Хихикнула Бабы Тесно Окружили Ее Только Молчать Предупредила Марья И что-то Прошептала Бабы Наперебой Закричали Надьку Кольцову Около Чушь Гродишь Марья Обстругал Бабоньки Вот Тебе крест Обстругал Марья Перекрестилась Вчера С вечером В сарае А накрыла Экзин Крябва Ох Ша Ругались Они Наж Подумать А какую Себя Недотрогу Скромница Укорчила Возмутилась Ленка Не верю Я тебе Марья Всем Известный Язык У тебя Помело Поганая Спокойно Сказала Густобровая С белым Народным Лицом Колхозница Она сидела В стороне И не принимала Участия В разговоре Словно Подхлестнутая Вскочила Милка И я не верю Кому нужна Эт пресная Вобла А ты Чем лучше Шлёх Бестыжая Злобно Выдавила Ленка Милку Так подбросил Да Неужто Хуже Она Как молодая Кабалица Изогнулась И вызывающе Топнул Ногой Выходка Милки Взорвала Абаб Они Гуртом Набросились На нее И принялись Отчитывать На все Лады Милка Не ожидавшая Столь дружного Напора Растерялась Сникла И тихо Заплакала Ты не вой А скажи Ненасытная Почему Ни одного Мужика Не пропустишь Размахивая Кулаками Наступала На нее Ленка Да Бесхарактерно Я бабоньки С отчаянной Решимостью Заявила Милка И заревеяла Дурным голосом Бабы Брезгливо Посмотрели На нее Плюнули И пошли Вязать Снопы Я Возвращался Домой И настроение У меня было Скверное Проходя Огородами Увидел Ирину Васильевну Она С большой Корзиной Изовых Прутьев Ползала Между Грядками И собирала Огурцы Когда я Открыл Дверь В избу Услышал Громкий И сердитый Голос Наденьки Дура Ты Зинка Какая Ты набитая Дура Я хлопнул Дверью Голос Наденьки Смолк Алексей Федорович Сидел На кухне За столом И посасывал Из носика Заварника Холодный Спитой Чай Увидев Меня Он смущенно Отставил Заварник В сторону Вытер И спросил Где Баба Моя Целый День Сижу А я Все Нет Я Постучал Подощатой Перегородки Войдите Ответила Наденька Она Стояла У стеллажа И перебирала Книги Вытащит Книжку Посмотрит И опять Поставит На место На диване Сидела Зина Рябова Как Они Не Походили Друг на друга Если Природа Сшила Наденьку Наспех Резко И угловато То Надзина Она Любовно Потрудилась Придав Ее формам Легкость И плавность Голова У Зины Была Кудрявая Щеки Полные Губы Пухлые И сочные Ее Круглые С большими И чистыми Белками Глаза Никуда Не звали Ничего Не просили Не раздражались Не восхищались Смотрели Да и только Как-то Зина Придя К Кольцовым И застав Наденьки Дома Поднялась Ко мне В мезонин И описал Зина Непринужденно Поздоровалась И без приглашения Подсела Ко мне Положив На кромку Стала Упруги Как мечи Груди И подпирая Кулачком Подбородок Спросила И не Скучно Вам Я Искосо Взглянул На ее Припухшие Маслянистые Губы И подумал Наверное Жирные Блины Ела Не знаю Куда С тоски И деваться Пожаловалась Зина И зевнула А я Не смогла Пработать С писателем Почему Да так Не знаю Она Виновата Улыбнулась И покосилась На кровать На перевитой В жгут Простыни На скомканное Одеяло Давайте Я лучше Вам кровать Застелю Не надо Зина Полистала И подала Зине На вот Почитай Зина Молча Взяла Книгу И поспешно Вышла Невольно Послушный Разговор Колхозниц Странное Поведение Девушек Возбудило У меня Любопытство Но Заводить Разговор На эту Тему Было Крайне Неудобно Наденька По-видимому Вовсе Ни о чем Не хотела Разговаривать Выбежала На кухню Разыскала Тряпку И Принялась Усердно За окном Раздался Голос Ирины Васильевны Путешественники Где мешок С муравьями Поиски Мешка Были Долгими На все Вопросы Алексей Федорович Отвечал Положил Куда-то У него Была Страсть Все лежит Под рукой Прибирать И прятать По пословице Подальше Положишь Поближе Возьмешь А спрятав Вещь Старик Точно О ней Забывал Был Случай Когда Алексей Федорович Прибрал Мой Фотоаппарат Ирина Васильевна Неделю Потратила На поиски И случайно Обнаружил Фотоаппарат На печке В голенище Старого Валенка Мешок С муравьями Отыскался Делал Делал Отпуск Отпуск Она Она Недельку Поскучала В деревне И укатила Обратно В город Ее отъезд Даже Не заметили Все Мысли И разговоры Вертились Вокруг Наденьки Одни Поносили ее Другие Около Нашлись И такие Что открыто Суждали Зинку Рябову Не к лицу Мол Замужней Женщине Заглядывать Под чужие Подолы Прошла Неделя Другая И сплетня Постепенно Стала меркнуть С Около Вся Сошла Как с гуси Вода Авторитет Наденьки Был Навсегда Подорван Кличку Халда Заменила Новая Обструганная Вековуха И это Доконало Наденьку Она Повяла Лицо Совсем Осунулось Подбородок Заострился Губы Беспрерывно Дрожали Острый На язык Решительной До дерзости Наденька Превратилась В боязливую Ходячую Тень Открутив Картину Украдка Бежала Домой И запиралась В своей комнате Ирина Васильевна Болезненно Переживала Все это Она Внезапно Как-то Вся Обмякла Ее Гордую Властность Менила Робкую Угорливость В острых На смешливых Глазах Появилась Слезливая Жалость Словно Глаза Просили И умоляли Ну Простите Же Ее Мало И что В жизнь Случается Зачем Так Жесток В один Из Вечеров Когда Наденька Свободной От работы Сидела Запершись В своей Комнате А мы С Ирина Васильевна Перебирали Крыжовник На варенье Вошел Около Подпирая Головой Притолку Двери Он Остановился На пороге Пригладил Ладонью Волосы И Уставив На запыленные Носки Сапог Буркнул Здрасте Ирина Васильевна Ничего Не ответила И Схватив Из решета Гость Крыжовника Стала Торопливо Бросать Ягоду За ягодой В плоское Малированное Блюдо Лицо Около Мрачное Усталое С черным Пятном Мазута У виска Болезненно Перекосился А Надежда Михайловна Дома Спросил Около И переступил С ноги На ногу Рука У Ирины Васильевны Задрожала Крыжовник Коль так Около Тяжко Вздохнул Нахлобучил До ушей Кепку И толкнул Дверь Ирина Васильевна Выскочила Да куда ж ты Погоди Який Нетерпеливый Она Беспомощно Оглянулась На меня И потянула Около За рукав Дома Она Дома Около Прошел Боком Ирина Васильевна В комнату Наденьки Старушка Плотно Закрыла За ним Дверь Нагнулась Ко мне И прошептала А ты Иди К себе В мезонин И я Уйду Пусть Они Поговорят Их Дело Бог Даст И уладит Иди Иди В мезонин Корявая Медналикой Луна Тусклая Холодно Освещала Мою Тесную Коморку Я Подвинул Стул К окну И Опершись Подбородком На подоконник Прижался К стеклу Лбом На улице Царствовала Чуткая Тишина Только циркал Сверчок Да Нудно Вещало В объятии Паука Муха Да Нес игулки И отрывистый Выхлоп Движка На секунду Движок Смолк Потом Сухо Закашлял И откашлившись Ворчливо Зарокотал И застукал Хлопнула Калитка Под окнами Зашаркали Грузные Шаги Около На меня Напало Странное Забытье Мне Урывками Снились То Наденька То Около То Ирина Васильевна То все Вместе И тут же Стоял Алексей Федорович Улыбался Ласково Снисходительно Как будто Жалел всех И понимал Больше всех Что Все это Досадные Глупые Мелочи Которые Постоянно Раздражают Нас И мешают Жить Когда я Очнулся То понял Что не спал А думал Долго Упорно И беспорядочно Об этих Людях Рассветало Над землей Висело Ясное Чистое Небо И над Болотом Одинок Как свеча Догорала Венера Внизу Лежала Густая Ночная Тень И на Нее Из окна Комнаты Наденьки Падало Желтое Плоское Пятно Света В полдень Почтальон Принес Газеты И Открытку Из Районного Комитета Комсомола Ирина Васильевна Долго Вертела В руках Открытку Близоруко Рассматривала И Бормотала Вызывают Зачем Житьё Вызывают Стало Быть Надо Коль Вызывают И Сунула Открытку Под картон Котор Рывного Календаря Через День Поздно Вечером Ко мне В мезонин Постучала Снаденько Вошла Она Решительно Без тени Смущения У меня К вам Просьба Дайте Слово Что Выполните Не знаю Она Вам Замялась И Быстро Договорила О Любви И Дружбе Что Воскликнул Я О Любви И Дружбе Повторила Она А Что Вас Смущает Не Выдержав Её Острого Пристального Взгляда Я Отвернулся Значит Договорились Что Делать Вздохнул Я Бай Бай Она Насмешливо Помахала Мне Рукой И Вышла Да Здорово Тебя Там Голубушка Накачали Подумал Я К Лекции Я Готовился Добросовестно Как Никогда И В то же Время Меня Не Покидала Тревога За Исход Её Слишком Свежище Были В Памяти Недавние Аполёвские События На Лекцию Пришла Не Только Молодёжь Но И Пожилые И Даже Старухи Столь Необычно Повышенный Интерес К Ледовой Лекции Был Не Случай Все Они Велись Открыто Судить Наденьку В Зале Клуба Находился Муж Её Подруги Леон Тирман Чрябов От Одного Присутствия Этого Прямого До Тупости И Непогрешимого До Глупости Человека Веяло Холодом Он Больше Всех Был Возмущён Поступкам Наденьки И Поклялся Огнём Выжить В Колхозе Распутство Скучным Чужим Голосом Наденька Изложила Причины Вызвавшие Лекцию Так Так Правильно Давно Пора Сказал Кто-то В зале И посыпались Ехидные Смешки Наденька Гордо Вскинула Голову Переждала Смех Спокойно Сошла С трибуны И Села На Подоконник Скрестив На груди Руки Лекция Кончилась Никто Не встал И не вышел Все Продолжали Сидеть Чего-то Ждать Тишина Стояла Гнетущая Только Пощелкали Семечки Позвольте Мне Сказать Пару Слов Леонтий Встал Одернул Пиджак Можно Леонтий Не надо Схватил Его За рукав Зина Слыш Не надо Леонтий Отмахнулся От жены Как от мухи И стал Пробираться Между рядами У Наденьки Презрительно Сузились Глаза Леонтий Поднялся На сцену Но он Трибун Не взошел А встал Рядом Под жарой Темноволосый С бугристым Лбом И волевым Подбородком Леонтий Слыл В колхозе Как беспощадный Говорун Под любой Случай Он умел Подвести Принципиальный Тезис Его боялись Все И председатель И секретарь Порт-организации Он усиленно Лез в начальство Колхозники Его терпеть Не могли И злорадно Говорили Бодливые Корови Бог Рог Не дает Леонтий Взгерошил В волосы И выкинул руку Товарищи Поблагодарим Докладчика За теплый Идейный Содержательный Доклад Он повернулся Ко мне Поклонился И накрыл Ладонью Ладонь Громко И сухо Заклопали В зале Признавая Глубокую Эрудицию Уважаем Нами Товарища Продолжал Леонтий Нельзя Не отметить И существенный Пробел В докладе Сделав Упор На слове Пробел Леонтий Широко Развел руки Доклад Сделан Вообще В отрыве От жизни Не увязан С событиями Последних Дней С людьми Той аудитории Для которой Он предназначен Я Не упрекаю Докладчика Леонтий Широко Улыбаясь Еще раз Поклонился Мне Я только Пытаюсь Восполнить Этот пробел Леонтий Круто Повернулся Взошел На трибуну Вынул Из кармана Пачку Листков И положил Перед собой Долго И утомительно Читал он их В зале Щелкались Семечки Хихикали Около Зажав Кулак Папиросу Курил Выпуская В рука В дым Наденька Смотрела В окно Высокая Тонкая Как спица Труба Колхозной Водокачки Охапками Выбрасывала Черный Дым Дым Расползался По небу Мутнел Лохматился И таял И вместе С ним Мутнел И таял Голос Леонтия Гулка Как камень Упали В зал Слова Надежда Кольцова Леонтий И выждал И мягким Вкратчивым Голосом Продолжал Калашеев Не беспокойтесь О вас Я тоже Скажу А я Не беспокоюсь Только Кольцову Не трож Слышь Рябов Не трож А то Плохо Будет С угрозой Повторил Около Лицо У Леонтия Окаменело Он Надменно Поднял Голову И выставил Резко Очерченный Подбородок Вы думаете Что Говорите Околашаев Раньше Не думал А теперь Решил Ответил Около И сильно Сутулись Пошел К сцене Наденька Вспыхнула Вскочила С подоконника Хотела Что-то Сказать И не смогла Горло Перехватили Слезы И она Закрыв Руками Лицо Опять Села На подоконник Около Встал Напротив Трибуны И сумрачно Глядя В надменное Лицо Леонтия Спросил Ты думаешь Что в том Сарае Со мной Была Кольцова Ошибаясь Не она А знаешь Кто Нагнись Я Пшепчу На ушко Около Поманил Пальцем Леонтий Невольно Нагнулся Но тот Чижегорда Выпрямился И процедил Сквозь зубы Хватит Комедию Ломать Здесь Не цирк Около Повернулся Лицом К народу И указывая Большим Пальцем Через плечо На Леонтия Насмешливо Сказал А был Я В сарае С женой Отворатора Все Они Имели От удивления Первым Опомнился Аркадий Молотков Вот Игдуля Нокаут Леонтий Считаю До Десяти Ложь Завопил Леонтий Поднял Кулаки И с грохотом Упустил их На трибуну Ложь И в тот же миг Вскочила Зина Крича И ругаясь Замахала Руками Остало Переученный Пень Большоротый Как я тебя Просил Не выступать Что ж Ты наделал Граммофон Бездушный Она Зарыдала Упала На стул И забилась Как подбитая Птица Зал Грохнул От хохота Леонтий Все еще Стоял На трибуне Перебирая Листки Мял их И машинально Прятал В карман Наденька Сидела Какая-то Обмякшая Но глаза У нее Лучились И трудно Было понять От чего От слез Или от радости Незаметно Легла на землю Мягкая Северная Ночь Было темно Когда мы Возвращались Домой Наденька Всю дорогу Скрушалась Зачем Он сказал Ну зачем Он сказал Мне это Надоело Я прикрикнул На нее Не ной Правильно Сделал Что сказал Наденька Заступила Мне дорогу Схватила За лацканом Пиджака И приняла Стрясти Правильно Правильно Да что вы Понимаете Он же Разбил Семью Помириться Думаешь Помириться А почему Не помириться А Если Они Помирились Любят Помириться Никого Зинка Не любит И не Любила Затем Жена За него Вышла Годы За кого Выходить Надо Со вздохом Ответила Наденька И поправила Волосы А какую Свадьбу Мы справили Им Сколько Я сил Потратила Зато Свадьба Была Как Свадьба Какой В жизни Не видели Вы Полеве Наденька Опять Вцепилась В мои Лацканы А вдруг Они Не помирятся Это Ж позор Удар По Комсомольской Организации По Мне Я Ж Больше Всех Старалась Да Помирятся Они Все В жизни Проходит Наденька Она Смеялась Вы Как Бабушка Все Проходит Внученька Три Ближе К носу И Все Пройдет В лицо Дохнуло Сыростью Мы Подходили К итомле Вода В реке Стояла Неподвижно Как В болоте На той Стороне Реки Лежало Черное Пустынное Поле Наденька Опустилась На сухую Жесткую Траву Наверное Будет Дождь Вряд ли Небо Чистое Зато Росы Нет Наденька Туго Натянула На колени Юбку И Поежилась А Почему бы Не помириться А Ведь Ничего У них Не было Как Не было Смешного Много Серьезного Не на грош А Что Ж Было Спросил Я Она Засмеялась Махнул Рукой Ладно Расскажу Зинка Хоть Не Подруга А До Того Неумная Дура Что Поискать Она Давно На Около Пялила Своих Белобрыс И Зинки Ну Вот И Допялилась Проучила А получилось Так Я В тот Вечер Опаздывала На картину В Малинниковскую Бригаду По дороге До Малинников Километров Пять А напрямик Через Итомлю И трек Не будет Выскочила Я И издум И напрямик По полю Бегу Мимо Сарая И слышу Кто-то Храпит И взвизгивает Словно Его душат Меня Так Все Затрясло Страшно Но все-таки Решилась Пооткралась К сараю Глянула В щель Колено Одной рукой Зажал Рот А другой Нахлёствует По одному Месту И приговаривает Не жадничай Муж есть Не жадничай Муж есть Я Настеж Распахнула Дверь И говорю Что вы тут Делаете Около Выпустил Зинку Повернулся Ко мне И ухмыляет Сво весь рот Замужнюю Молодежь Воспитываю А Зинка Подлая Одернула Подол И на меня Как кошка Лезет в волосы Едвое Отащил Около Уж как Она меня Только не поносила Выскочила я Из сара И до самых Малинников Бежала Без передышки Вот как Она меня Отсчитала А потом Умоляла Никому не Рассказывать Я усмехнулся И покачал Головой Эту чужую Грязь Ты решила Сносить Ну и что Грязь Несала Потряс А отстала Наденька Вскочила Потянула С хвостя С уставами И мечтательно Проговорила Все проходит Лишь бы они Помирились Серым Печальным Утром Я покинула Полевы Ночью Прошел Дождь И дорога Была сплошь Усыпана Мелкими Мутными Лужами Около Вел Машин Мы С Наденькой Тряслись В кузове В лицо Дул Прохладный Липкий Ветер По сторонам Ползли Раскисшие Поля Бурой Зяби Зеленой Озими И Молодого Клевера Наденька Зябко Ежилась Под холодным Резиновым Плащом И она Стойчиво Упрашивала Ее Пересесть В кабину Но она Робко Улыбалась Из-под капюшона И отрицательно Качала Головой Машина Покатила По обочине Низкого Заболоченного Луга Он был Весь Изрыт Ямами Завален Черными Торфяными Кучками Экскаватор Вытянув Длинную Тонкую Шею Выхлебывал Из ям Жидкий Турф Он То Слязгом Опускал Изжеванные Стальные Челюсти То Поднимал Их И тогда Из огромного Белозубого Рта Вываливалась Непрожеванная Черная Каша А по губам Как у неопрятного Старика Стекала Маслянистая Жижа Желтым Пятном Проглянуло Солнце Серый Заной Из тумана Закачался Натянулся Как резина Не выдержав Лопнул Разлетелся На куски И клубя Спополз От солнца В разные Стороны Наденька Сбросила Насмена Капюшон И протянула Навстречу Солнцу Руки Смотрите Красиво Как Как весной Терпеть Не могу Людей Вслух Восхищающихся Красотами Природы И требующих Этого Восхищения От других Какая Березка Что за Прелесть Вы только Полюбуйтесь Восклицает Разомлевшая Дачница Да не Эта А вон Та А березка Обычная Рядом с ней Десятки березок И ничуть не хуже Сколько В этом Восклицании Наигранности Саморисования И фальши Я же Просто не могу Без этой березки Жить Поле Лес Мой родной Дом И глупо У себя Дома Восхищаться Тем Что Десятки лет Неизменно Перед твоими Глазами Но Возглас Наденьки Меня не Покоробил В этом Солнечном После дождя Сентябрьском Утре Улавливались Трепетные Отголоски Весны Минуту Назад Все Серое Унылое Печальное Сейчас Засияло Зазвенело Заискрилось И зарадовалось Омытые Листья Берез Осин Еще не Желтые Нож слегка Побледневшие Просвечивались Насквозь И казались По-весеннему Светло-зелеными И липкими В облаках Проталинами Синело Ясное Ласковое Небо И неожиданно Как весной Где-то В болоте На брусничной Кочке Забормотал Тетерев Рыхлое Облако Заслонило Солнце И сразу же Все померкло По-осеннему Пригорюнилось Один лишь Зачарованный Тетерев Продолжал Забвенно Бормотать Перепутав Времена Года Машина Буксуев Скарабкалась На глинистый Пригорок И стала Осторожно Спускаться На мост Через узкую Ленивую Зеленой Водой Речушку И в этот Момент Когда Под нами Закромыхал Деревянный Настил Заднее Колесо Свистя Зашипело И машина Осев на левый Борт Съехала С моста И остановилась На обочине Дороги Около Выскочил Из кабины И взглянув На смятую Покрышку Безнадежно Свистнул И зашагал К мосту Мы пошли За ним Около Молча Пошевелил Ногою Перевернутую Байдачную Доску И показал Острый Шестидюймовый Гвоздь Ясно Придется Вам Пешочком Дотопать Здесь Чепуха Километра Три Я снял С машины Сквояж До свидания Около Он осторожно Пожал мне руку И кашлянул В кулак Хочу Вам Пару слов Сказать Можете Обижаться Ваше дело А мое дело Сказать Могу я не говорить Как хотите Ради Бога Говорите Даже Очень рад Пробормотал я И почувствовал Как вспыхнули Уши Чему Радовался Мне и самому Было непонятно Около Зашел с дороги И сел На край канавы Я опустился Рядом Подошла И Наденька Но не села А остановившись Напротив С удивлением Посматривала То на меня То на Около Он пожевал Сухой стебель Василька Сплюнул И нервно Потер лоб Зачем Вы Так Около Замялся Взглянул На Наденьку И уставясь На рыжие носки Сапог С трудом Выдавил Так Неубедительно Пишите Он Видимо Ждал Возражений И не отрывал Глаз От сапог Я Не так Выразился Не смог Подобрать Нужное Слово Да Ладно Как Можешь Сухо Ответил Я И тут Около Прорвало Он Заговорил Смело И уверенно И я понял Что к этому Разговору Он давно Был подготовлен И только Ждал Случа Я Слушал В клубе Ваш Рассказ Он Мне Не понравился Он Никому Не понравился Вы Это Сами Поняли Плохо Вообще Разбираете В жизни У вас Молодая Девушка Ты Фея Или Бережка Приходит За Свиноферму В поисках Славы Неуж Вы Не Знаете Что На Свиноферме Грязный Тяжелый Труд Хорошо Знаете Вас Надежда Михайловна Таскала По Фермам Любая Колхозница Понимает Что Нелегко Ходить За Свиньями Она Понимает И Другое Что Кому Тут Работу Нужно Делать И Неославя Надумает Около Умолка Опять Уставился На Свои Споги Наденька Подняв Голову Следила За Белесыми Облаками Которые Как Сало Затягивали Бледно Синее Небо Я Взглянул На Часы Около Пошевелился Оторвал Глаза Цапог И Усмехнулся А Уж Как Вы Робко Трогаете Наши Недостатки Осторожно Пальчиком Он Пошевелил Мизинц Вот Все Что Я Хотел Сказать Около Поднялся Широкую Улыбки Растянул Губастый Рот И Подал Мне Руку А Так Вы Вообще Пишите Ничего Есть Которые Пишут Хуже До Станции Оказалось Не Три Километра А добрых Пять И Всю Дорогу Мы Молчали Я Был Подавлен Откровениями Около Это Видимо Понимала И Наденька Она Шла Позади Далеко Отстав От Меня Показались Серые Станционные Постройки В Однопорной Башне Пронзительно Как Коза Заверещала Дрезина Наденька Рысой Догнала Меня Взяла Под руку Простите Около Он Не Хотел Вас Обидеть Такой уж Он Не Покладистый Всегда Правду Напрямик Кляпает Вот Кутешило Подумал Я Конечно Неприятно Когда Правду Прямо В глаза Торопливо Говорила Наденька Но Около Порядочный Парень Прошлой Зимой Бригадир Подбил Махнуть Налево Машину Дров Продали Не Дрова Бригадир В магазин За пол Литром А Около Его Заворотник Стоп Погоди Сначала Деньги В правлении Сдадим Приволок Бригадира К председателю И говорит Вот Привел Воры Тепленького Потому Его Все В колхозе Уважают Поезд По каким-то Неизвестным Причинам Запаздывал Наденька Побежала В город Пообещав Скоро Вернуться В большом Неуютном Вокзале С высоким Гулким Потолком И белыми Скучными Стенами Было Тихо И пусто Пассажиры А их была Десятка Полтора Дремали По углам Я Сел На громоздкие Деревянные Диваны И попытался Вздремнуть Нет Ничего Тоскливее Ожидать Поезда В пустом Вокзале Да еще Не знаю Когда он Придет Минуты Тянут Часами И часы Вечности Две Женщины За высокой Спинкой Дивана Вели Бесконечно Длинные Разговорные Семейные Темы Сначала Одна Многословная Бестолково Рассказывала О проделках Мучителя Зятя Другая Слушая ее Поминутно Вскрикивала Ах ты мне Ирод Потом Не поменялись Ролями Вторая Приняла Сахаивать Молодую Сноху А первая Вскрикивать Ба Ой Лихо Мне А когда Репродуктор Местного Радиоузла Зашипел Защелкал Пассажиры Встрепенулись Хриплый Окующий Голос Дежурного По станции Объявил О прибытии Поезда Началась Посадка А Надень Все еще Не было Вышел Дежурный Ударил В колокол Протяжно Загудел Паровоз На перрон Вбежала Наденька И со всех Ног бросилась Ко мне Я подхватил Ее и крепко Обнял Она Чмокнула Меня в щеку И сумнула За пазу Купачку Газет Я вскочил На подножку До свидания Автор Искренне Радовалась Чужому Счастью А когда же Ты будешь Радоваться Своему Неужели Так и будет До конца Это же Страшно Несправедливо И не верю Я этому И горячо Протестую Наденька Будет Счастлива Может быть Не скоро Но обязательно Будет Это неписанный Закон жизни Вероятно Моя философия Слишком старомодная И по-детски Наивна Но если Кто Насмеется И над ней Он так же Насмеется И над Наденькой Я вынул Из саквояжа Объемистый сверток И чего Только в нем Не было И яйца И пшеничные Теплые щапышки Пирожки Масло Кусок домашнего Окорока Банка варенья И даже соленые Окурцы Боже мой Ирина Васильевна Мысленно Воскликнул я На неделю Хватит А ехать мне Всего Каких-то Семь часов Прощаюсь Со мной Ирина Васильевна Пообещала Еще пожить Года Два Три Старушка Не сдержала Своего слова Ирина Васильевна Умерла Той же Осенью И Как мне Рассказывала Наденька Внезапно И без хлопот Истопила Бабушка Печь Прибралась В доме Прилегла На кровать Полежала Немножко Зовет меня Я подошла Лежит она Строгая Строгая И говорит Я сейчас Помру А чтоб тебе Не было страшно Сбегай с соседкой Пока я бегала Бабушка Отошла Около Сам Строгал Гроб Копал Могилу И поставил На кладбище Синюю оградку С кустом Сирени И голубой Скамейкой И все По-новому Пошло В доме Кольцовых Мой Дом Толчком Гроб Гробан Ничего не пойму Вернул Все Немножко И трогательной Она хотела Желает вам Приятного Прослушивания Говорящей книги Серии Нигде не купишь Январь 2006 Звукорежиссер Алла Тополева Читал Вячеслав Герасимов